Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Доброе утро! Всех приветствую и благоставляю именем Господнем этим добрым утром. Сегодня 26 мая 2016 года. Сегодня продолжается такая поездка, миссионерская моя поездка по Крыму. И сегодня снова в Ялте. Здесь на поляне сказок. Вот знаменитый зоопарк ялтинский. Здесь и карусели всякие, и колесо чертовое, как его называют здесь. И горы. Очень красивая местность. Вот и луна уже идет на убыль, если вы видите. Сейчас, да, месяц Ияр библейский, если брать месяц Ияр, уже завершается. Идет уже на убыль уже. И в полнолуние месяца Ияра, этого я проповедовал в Севастополе, в Севастопольской еврейской мессианской общине. И как раз говорил о Песахе Катане, то есть говорил о, значит, как бы втором Песахе, о дополнительной Пасхе. Если вы помните, в Библии как раз говорится, что Пасха-то празднуется в полнолуние первого месяца Ниссана. Сейчас второй месяц, уже Ияр идет, если брать библейские летосчисления. И в полнолуние первого месяца Ниссан, весеннего месяца Ниссан, да, этого празднуется Песах, Пасха, Пасовер, то есть наш исход, наш исход из царства тьмы, из рабства, наш исход в царство света. Ныне мы говорим, что в царство возлюбленного сына Божьего Иисуса Христа, то есть это Пасха. И с незапамятных времен, еще с самых моисеевых дней, со времен того исторического первого и нашего исхода из Египта до сих пор мы верующие разных национальностей, разных культур, традиций. Благодарим Всевышнего Бога, особенно в это время Нового Завета, время благоприятное, время благодати. Благодарим Бога Всевышнего о спасении. И во второй месяц, месяц Ияр, по традиции, ну библейский, потому что сам Бог Всевышний это сказал, те, кто не смогли праздновать Пасху в Ниссане, то в полнолуние Ияра они должны это отпраздновать, как бы как второй шанс Бог дает, как вторую возможность, еще одну возможность присоединиться к торжеству веры, присоединиться к спасению, присоединиться к тому, что Господь Бог Всмогущий совершает сегодня в наши дни. Вот и, ну что скажу, Пасха наша это Иисус Христос, наша Пасха сам Господь Иисус Христос и это наша Пасха Катан, это наша дополнительная Пасха, это как бы еще одна Пасха, то есть получается наша Пасха Сан Христос, которая не просто календарная Пасха, не просто вот весной мы в полнолуние Иярсана благодарим Бога о спасении нашем, но не просто это культура, праздники, традиции, не просто это маца и горькие травы и мясо, это действительно Сам Живой Спаситель Иисус Христос и действительно Он есть Господь всех нас, Он Спаситель каждого из нас, потому что Он умер за грехи наши, то есть за грехи всего человечества. И здесь вот молясь за Крым, молясь о духовном пробуждении Крыма, Благодарю Бога всемогущего за его спасение. Все народы, проживающие здесь, в Крыму, здесь перемешалось огромное количество народов, разные очень нации, культуры, депортированные, изгнанные и убиваемые еще коммунистами, татары, как коренное население, вернулось сегодня в Крым, и благодарим Бога за это. И здесь были греческие колонии, римские поселения, то есть это, знаете ли, множество народов разных перемешало здесь, в Крыму. И даже, кстати, крымские татары, поэтому заметно отличаются от других татар, в частности от наших, от Мещерских или, значит, Казанских. Вот здесь посмотрите, какое дерево, прекрасное дерево, какая красота. Я хочу еще показать, вот оно растет, как и корневище. Да, конечно, Ялта это красота, просто сказка. И вообще Крым в целом, конечно, прекрасен. И вот молимся о духовном пробуждении Крыма, вот насколько возможно приближу. Эти горы, ночью был дождь, и остаются на горах облака. Что значит, что возможно еще дождь продолжится. К переменам погоды. Но солнце вышло, небо прояснилось. Да, и пусть Господь Бог Всемогущий благословит нас, верующих. Пусть Господь Бог Всемогущий благословит сегодня нас таким духовным пробуждением. Вот, и все народы, проживающие здесь, в Крыму, и более коренные, как бы и вновь приехавшие. Как я, допустим, только вновь приехавший. Пусть переживут духовное пробуждение. Пусть имя Ишуа Машеха, Иисуса Христа, Иссы Машеха, того, кто умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, пусть это имя будет прославлено и превознесено. Какие прекрасные цветы. Как отец Юрий сказал в эти дни, там, глядя на такую кошку с такой необычной расцветкой. Сама серенькая, а хвостик беленький, как будто от другой кошки совсем. Сказал, ну и кто скажет теперь, что Бога нет? Точно. Бог создатель всего этого сущего. И оно прекрасно. Этот мир прекрасен. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен наш Творец, посмотри, как прекрасен наш Творец, наш Отец, наш любящий, небесный наш Отец. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен наш Отец, о небесный наш Отец. О небесный наш Отец, как прекрасен наш Творец. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Мир всем из города Ялты. Сергей Жовлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...